приветствую всех зрителей и подписчиков канала географ мы с вами продолжаем нашу небольшую рубрику топлик без ликвидация топографической безграмотности в данном случае мы с вами разберем ориентирование по топографической карте как всегда немножко теории если она вам не слишком актуально или интересно вы можете промотать этот кусочек нашего видео давайте с вами разбираться что же такое ориентирование вообще принципе ориентирование это определение положения объекта относительно других объектов или сторон горизонта вот про стороны горизонта давайте мы с вами и поговорим вообще в принципе когда мы ориентируемся мы чаще всего определяем азимут что такое это по сути дела угол образованный от нашего положения к искомой точке относительно севера по часовой стрелке и так смотрите угол относительно севера по часовой стрелке от нас до искомого объекта и будет азимута но самый главный вопрос возникает а что принимать за север и вот здесь вот есть разные варианты в топографических картах и так смотрите первый вариант это когда мы принимаем истинный географический меридиан что это такое обозначается кстати он звездочкой вот такая палочка со звездочкой по сути дела это земной шар и вот у него есть воображаемая ось у этого земного шара и полюс где у нас возникает эта ось северный и южный и будут направлениями на север все географические карты построены именно с этим учет второй вариант это когда мы с вами ориентируемся на компас тогда возникает не истинный полюс не истинный меридиан а меридиан магнитный магнитный полюс немножко отходит от географического полюса и более того он постоянно находится в каком-то движении то есть он не стоит на месте и магнитный меридиан будет не совпадать с истинный меридиан поэтому у нас возникает второй вариант как мы можем ориентироваться на северный магнитный полюс и наконец третий вариант который возникает у нас это ориентирование на осевой меридиан 6-градусной зоны Гаусса-Крюгера. Помните, да, что у нас с вами каждый лист нашей карты это 6-градусная зона Гаусса-Крюгера, где по центру есть осевой меридиан, на него, в принципе, ориентирована квадратно-километровая осень. И все это три разных понятия. Попробую это все дело выделить цветами. Магнитный и осевой. Как вы понимаете, между ними существует определенная разница. Вот если у нас с вами возникает разница между осевым меридианом и истинным, то у нас возникает сближение меридиан, обозначается гаммой. Итак, сближение меридиан это разница между осевым меридианом и магнитным. Если у нас возникает разница между магнитным и истинным меридианом, вот она, то это называется магнитное склонение и обозначается БТ. И, наконец, может возникнуть разница между магнитным мерзианом и осевым. И в этом случае это называется поправка направлений. Следовательно, у нас могут возникнуть истинный азимут. Это когда мы берем за основание географический полюс Земли. Обозначается как азимут истинный. И смотрим, какой у нас образуется угол от точки А до точки Б, идя по часовой стрелке. Азимут истинный можно по карте определить, вспомнив, что у нас с вами западная и восточная рамки соответствуют направлению север-юг истинного мерзиана. Если мы с вами находимся на местности и нам нужно определить с помощью компаса направления А и Б, то мы работаем с азимутом магнитным. Все то же самое. По часовой стрелке направление на север. Азимут магнитный рисуется как стрелочка. Азимут истинный как звездочка. Азимут магнитный мы также можем вычислить. Чуть позже я расскажу по каким формулам. И, наконец, мы можем с вами ориентироваться на квадратно-километровую сеть. Вот такая перевернутая стрелочка или буква В, латинская, показывает дирекционный угол. Он определяется от квадратно-километровой сети направлением на север точно так же до искомой точки, только обозначается уже как альфа. Итак, как мы можем с вами рассчитать азимут истинный? Азимут истинный можно рассчитать как азимут магнитный плюс магнитное склонение. Смотрите, почему я написал плюс-минус? Все дело в том, что если у вас отклонение от истинного меридиана к магнитному идет к востоку, тогда он рисуется справа на графике ориентирования и ставится плюс. Если идет отклонение к западу, то он рисуется слева и ставится знак минус. Еще можно вычислить как дирекционный угол плюс-минус сближение меридиан. Чаще всего мы будем с вами рассчитывать азимут магнитный. Как это сделать? Есть несколько вариантов. Азимут истинный. Мы можем отнять, опять-таки, плюс-минус магнитное склонение. Со сближением меридиан история точно такая же, как с магнитным склонением. Если мы с вами возьмем и посмотрим на график ориентирования, то увидим, что если осевой меридиан находится к западу от истинного, то значения будут отрицательные. И он будет рисоваться слева. Если к востоку, то положительный. И знак будет плюсом. И будет рисоваться справа. Еще как мы можем найти с вами азимут магнитный. Мы от дирекционного угла можем отнять плюс-минус значение поправки направлений. И, наконец, как же найти дирекционный угол. Азимут магнитный плюс плюс-минус поправка направлений. Или азимут истинный плюс-минус сближения меридиан. Какие значения мы будем с вами высчитывать по карте, а какие даны в пояснении. Итак, все, что связано с магнитным склонением, сближением меридиан и поправкой направлений, они указаны в пояснении или на самом графике. А вот азимуты истинный магнитный и дирекционный угол можно рассчитывать по карте самим. Если более-менее все понятно, то мы с вами переходим к практической части. И попробуем на карте определить магнитный, истинный азимут и дирекционный угол. Итак, давайте с вами попробуем ориентироваться на топографической карте. Для этого у нас существует очень много дополнительных пояснений. У нас есть график ориентирования. Вот он. У нас есть пояснение к графику ориентирования. Вот оно. И мы с ним немножко поработаем. И эта вся информация поможет нам ориентироваться на нашей карте. Итак, давайте прочитаем в начале пояснение. Склонение. Имеется в виду магнитное склонение. Это разница, которая возникает между истинным меридианом и магнитным меридианом. Склонение восточное 6,5. И вот оно указано. Смотрите. Поскольку на графике оно стоит справа, и здесь у нас отмечено, что оно восточное, это говорит о том, что все значения будут положительны. Если бы значение было бы западным, то вот эта вот стрелочка, она бы перешла налево. И все значения были бы не положительными, а отрицательными. Затем тут написано. Среднее сближение меридиан западное. 2 градуса 21 минута. Напомню, что 1 градус состоит из 60 минут. Каждая минута из 60 секунд. Мы здесь с вами можем определять с точности до 1 минуты направление. Сближение меридиан показывает разницу между осевым меридианом, вот он, перевернутая такая стрелочка, и истинным меридианом. Поскольку она к западу, то у нас с вами на графике она изображена слева. И значения будут отрицательными. Если бы она была на востоке, то она была бы справа. И значения были бы положительными. 8,36 это показатель поправки направлений. Но давайте с вами прочитаем дальше. Годовое изменение восточного склонения 0 градусов 2 минуты. Это значит, что каждый год у нас с вами будет меняться направление магнитного полюса. И изменение составит 2 минуты. Соответственно, у нас дано склонение на 1991 год. Сейчас 2024. Получается, что 34 года прошло. Давайте с вами попробуем рассчитать актуальное магнитное склонение. Мы должны 34 года, это разница между 1990 и 2024, умножить на 2 минуты. Соответственно, получится 68 минут. Или 1 градус и 8 минут. Поскольку склонение у нас восточное, мы будем с вами прибавлять. В графике у нас было указано 6 градусов и 15 минут. Мы должны с вами прибавить 1 градус 0,8 минут. И актуальное магнитное склонение у нас получится 7 градусов 23 минуты. Возвращаемся к нашей топографической карте. Итак, давайте напишем. 7 градусов 23 минуты. У меня здесь градусы не ставятся, я поставлю запятую, с вашего позволения. Но вообще учтите, что это не десятые доли, а именно минуты. В принципе, у нас все готово для того, чтобы осуществлять актуальные измерения. Итак, давайте с вами представим, что нам нужно попасть из села Барахоева в село Федоровка. Ну, допустим, мы выйдем из центра села, вот отсюда. И нужно нам попасть в другой центр села. Ну, ориентиром возьмем церковь. Вот сюда. Как нам получить азимут? Начнем с дирекционного угла. Итак, мы берем и проводим прямую линию от одной точки до другой. Вот так. Причем постарайтесь сделать так, что это были центры знаков. Вот так. Напомню, что дирекционный угол образуется от осевого меридиана, а квадратно-километровая сеть, она совпадает. Теперь мы должны с вами, ориентируемся на квадратно-километровую сеть, вот здесь, вот она, посмотрите, мы должны с вами взять транспортир и поставить его таким образом, чтобы 0 смотрел строго на север относительно квадратно-километровой сети. То есть, вот рисочка 0 совпадала с квадратно-километровой сетью. Дальше мы с вами идем и вычисляем, сколько градусов получилось. Обратите внимание, что центр транспортира должен стоять, вот его прям центр, должен стоять на пересечении вот этих двух линий. И если у нас точка находится на самой квадратно-километровой сети, допустим, здесь, то центр транспортира можно прям на нее поставить. Тогда в этом случае у нас будет максимально точное измерение. Итак, дирекционный угол получился 130 градусов. Давайте с вами рассчитаем истину. Далее мы можем прибегнуть к расчетам математическим. Либо мы точно так же могли измерить азимут истины, используя вот эту вот рамку. Вот в данном случае эта внутренняя рамка нашей карты, она будет соответствовать истинному направлению меридиан. Но при переносе транспортира возможны разные погрешности. Посмотрите, видно, что она не совпадает. Они не совпадают. Так и должно быть. Для того, чтобы их избежать, мы должны с вами просто взять и рассчитать. Уже давал вам формулы, поэтому мы возьмем то, что у нас имеется. Итак, у нас есть дирекционный угол. Я напомню, что это альфа. И у нас есть сближение меридиан, которое мы посчитали. И оно составляет 7 градусов 23 минуты. Дальше значение подставляем под формулу. Азимут истинный рассчитывается как дирекционный угол 130 градусов плюс магнитное склонение. Мы его рассчитали 7 градусов 23 минуты. И ответ получится 137 градусов 23 минуты. Теперь давайте попробуем с вами найти азимут магнитный. Здесь нам надо немножко еще посчитать. Смотрите, мы с вами должны знать поправку направлений. Напомню, что поправка направлений это по сути дела разница между осевым меридианом и магнитным. Логично, что мы должны с вами сложить значение магнитного склонения и сближение меридианов. Давайте попробуем это сделать. Итак, давайте с вами попробуем определить поправку направлений. Рассчитать ее в принципе не сложно. Мы должны с вами сложить магнитное склонение и сближение меридиан. И у нас с вами получится 9 градусов 44 минуты. Обратите внимание, что несмотря на то, что я здесь все в запятых, это не десятый. Это именно градусы и минуты. А далее по формуле азимут магнитный рассчитывается как дирекционный угол 130 градусов минус поправка направлений 9 градусов 44 минуты. Получаем 120 градусов 16 минут. Вот таким образом мы с вами можем вычислить магнитный азимут. Если у вас остались еще вопросы о том, как ориентироваться под опографическим картам, как вычислять те или иные углы, как делать измерения, обязательно пишите об этом в комментариях. Может быть потребуется еще один ролик, разъясняющий, как рассчитать те или иные ориентировочные углы. Если же нет, то в любом случае я рад вас видеть на нашем канале. Всем счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok